Государство подтверждает курс на оснащение армии новейшим оружием и на улучшение условий жизни военных. Об этом сегодня говорили в Саратовской области. Дмитрий Медведев побывал в ракетной дивизии, где на боевое дежурство заступил еще один полк, оснащенный межконтинентальными ракетами «Тополь-М». Репортаж Сергея Гапонова. Это здание дежурных сил одного из полков Татищевского соединения ракетных войск стратегического назначения, уже шестого по счету полка, оснащенного новыми комплексами «Тополь-М», который встает на боевое дежурство. Перевооружение части началось в 2008, а завершится к концу этого года. Но уже сейчас ракетчики могут нести полноценную боевую службу. Верховный главнокомандующий вооруженными силами России приехал в Татищевскую дивизию для того, чтобы поздравить ракетчиков с началом несения боевой службы. Для защиты Российской Федерации ракетному полку с 15 часов 21 февраля 2012 года на боевое дежурство заступить. На флагштоках под звуки государственного гимна были подняты флаги России и РВСН. За образцовое выполнение своих обязанностей несколько военнослужащих полка получили государственные награды из рук президента. Затем Дмитрий Медведев в сопровождении командующего РВСН Сергея Каракаева прошел по паттерне, подземному коридору из здания дежурных сил в унифицированный командный пункт полка, расположенный на минус 11 этаже комплекса. Там верховный главнокомандующий наблюдал за условным пуском ракеты. Команда на пуск ракеты поступила с центрального командного пункта РВСН. Отсуждаю приказ. На бого вере. Заклад принял. Расчет внимание. Пуск. Есть пуск. Татищевское соединение РВСН крупнейшее в стране. В нем дислоцируется четверть всех носителей ядерных боезарядов наземной группировки стратегических ядерных сил России. Сейчас в шахтах этого полка находятся 6 комплексов Тополь-М. До конца года часть будет развернута полностью. То есть на дежурство встанут 10 ракет. В условиях, когда Россия так и не получила гарантии ненаправленности против нее системы ПРО от США и НАТО, перевооружение частей и соединений РВСН новыми, более эффективными ракетами, становится задачей первостепенной важности. Об этом президент еще раз сказал на встрече с командирами ракетных полков. К 2020 году, или даже может быть раньше, к 2018 году, нам придется принять целый ряд непростых и затратных решений. Хотя не сверх затратных. Для того, чтобы уравновесить то, что они делают. Это не наш какой-то отдельный российский милитаризм или рудименты холодной войны. Это просто трезвый расчет. По-другому мы не можем поступить. Кто бы, подчеркиваю, не руководил нашей страной, кто бы ни был во главе Соединенных Штатов Америки, во главе Североатлантического альянса, нам придется это просто сделать. И это должны понимать те наши партнеры, с которыми мы ведем диалог по поддержанию стратегического паритета. Президент обсудил с офицерами и вопрос социальных гарантий военнослужащим. Дмитрий Медведев спросил командира Татищевской дивизии, как обстоит сегодня дело с денежным довольствием. Если лейтенант, инженер отделения получил в январе месяце 47 тысяч, то он получал на 1 декабря около 16 тысяч рублей. Рост дневнистра командира полка составил в декабре 23 тысячи, а в январе он получил 81 тысячу рублей. Цифры, в общем и целом, хорошие, тем более, что исхожу из того, что по итогам работы в течение года, с учетом различного рода надбавок и дополнительных выплат, эти цифры еще возрастут. О ситуации с жильем для военнослужащих ракетных войск стратегического назначения президенту доложил командующий Сергей Каракаев. Сколько товарищ командующий у нас всего за последние годы получил офицеров квартир? Я смотрел там справку около 4 тысяч или 4 тысяч? Сколько на очереди еще? Еще на очереди почти 6 тысяч. Еще 6 тысяч. Ну, то есть, в общем, еще есть где развернуться. В общем, все эти задачи сохраняются, должны быть выполнены с учетом тех обязательств, которые брало на себя государство. Считаю, что это приоритет деятельности Министерства обороны, не менее важный, чем постановка на боевое дежурство новой техники. В завершении встречи командир полка, заступившего сегодня на боевое дежурство, спросил президента о его отношении к возможности присвоения части наименования Татищевской. Дмитрий Медведев сказал, что он только за. Сергей Гафонов, Марат Хабибуллин, Первый канал, Саратовская область.